МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько раз за время твое противостояние с государством у тебя были мысли уехать? Периодически, в таком абсолютно теоретическом формате, они возникали время от времени, начиная года, наверное, с 2011-го. Но, скажем так, обрели плоть они в районе августа-сентября 21-го. Что произошло? Это были наши последние на данный момент концерты в Украине. Мариуполь и Запорожье. И я вернулся оттуда. Сентябрь, дети только пошли в школу опять. И я стою на кухне. Ко мне подбегает Вася, мой старший сын, смеется и говорит, «Пап, слушай, а я сегодня увидел такой смешной видос. Там знаешь, какая песня? Ну, ты же знаешь песню из «Буратино». Скажите, как его зовут». Я говорю, ну да, знаю, конечно. Так вот, смотри, в России есть безумный дед, па-па-па-па-па-па, который правит столько лет, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ну, дальше переделываем текст тоже, скажите, как его зовут? И вот выбегает Михон из комнаты, а не хором. Вова Путин. Я ржу, не могу остановиться, говорю, ну очень круто. Заходит Аня, говорит, ребят, ну вы должны понимать, что надо выбирать, в какой компании так можно шутить, а в какой нет. И на этих словах мы с ней переглядываемся и понимаем, что серьезно. То есть мы все живем вот в такой стране уже теперь, что дети уже должны быть политически корректными. Ну, политически корректными в российском смысле этих слов, да? Ну, ты понимаешь. Мы надеялись собрать, но у нас не получилось. Как туда не удалось? Не, накидали я, типа, но точно не на два билета. Зато мы кайфанули. Да, вполне. Людям напевали, тут просто. Привет, Олевич! Моя музыка всегда со мной, но из МСССР. Соботь бредит и мэйк со мной, за темных сил огражден звуковой стеной. Не пробивай, мой котик, невидимый. Я словно вожу пароль длиной в тысячи символов, боясь в конце прочитать, как сэс динает. Мы считаем временами какером в прогрессивной матрице, почти взломанного было на сайт. Еще чуть-чуть, и можно уже нажать на это. Экран загадочно горит по-своим отпечаткам. Это наивно, но я обожаю моменты, когда ноты и фуку становятся в нижнем порядке. Когда в картину складываются детали пазла, сознание реактов полной нагретой плазмы. Верится, что иностранный мир не просто пространство. Растиранное временем до черных пир. Остановка, пассажиры по соседству наносятся хэп-минусовки. И обрывки текста, выходите на следующий? Нет еще, а мне вот надо. Винвинь вперед, шдурмуем мы скала, как... Моя музыка всегда со мной. Мой женщин из обуви брали фенейк со мной. За темных силах рожден звуковой стеной. Не обрывай, мой бойцы не видимо. Ну а теперь настало время цитат великих людей. Таких цитат здесь две. Первая она в кавычках вокруг слова «великий», а вторая абсолютно без, и даже с большой буквы. Поехали. Нам всем кажется, что если... Ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветит ласково. В целях безопасности государственной. И обратно вряд ли пришьют уже. Руки ищут затылки над обрубками шеи. Туловище жмутся грудными клетками к стенам. Не видно из контейнеров, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит. И для тулова тоже подыщут ящик. Станет стан обезглавленным. Лежащий почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. Все как у людей. Все как у людей. Все. Завтра, я так понимаю, мы выступаем в каком-то банкетном зале. И потом выступаем в Харас Пабе. Чтобы не тратить время на салунчеке, я играю просто под гитару там. Мы едем супер маленьким составом. Андрюха техник, наш я и Валера. Да, там прям жестче, чем здесь намного. Здесь не просто там. Мандиат. Компостирует мозг, да, заходят со стороны ковид, ограничений. А там просто прямые угрозы владельцу площадки. Более того, мы намеренно делаем на двух разных площадках, чтобы они не успели сориентироваться. По часику там и там? Угу. Мы в Хорватии. И это наш новый совместный сериал «Сёрфшарк». На этот раз мы решили поговорить про самые удивительные стены. И наша первая остановка здесь, в небольшом городке Стон. Здесь находится крепость, которую часто называют европейской китайской стеной. Строить её начали между Стоном и деревней Малый Стон в 14 веке. Делали это, чтобы защититься от набегов в венецианских и турецких войск, которых очень привлекали местные соляные разработки. Когда-то самые крупные в Европе. Ммм, очень вкусно. И очень вредно. Соль здесь продолжают добывать до сих пор. Правда, не в таких масштабах. А стена остаётся одной из самых длинных в мире. Её протяжённость 5,5 километров. Чтобы преодолевать все стены, которых становится всё больше в интернете, нужен хороший VPN-сервис. И сейчас несколько причин, почему стоит скачать именно «Сёрфшарк». VPN часто замедляет скорость соединения, но с «Сёрфшарк» она остаётся быстрой, а связь безопасной. И все заблокированные из-за цензуры сайта и приложения легко открываются. Когда в транспорте, кафе, других публичных местах вы подключаетесь к общедоступным Wi-Fi-сетям, «Сёрфшарк» шифрует все данные. А специальная функция «Клин Уэб» блокирует более миллиона известных вредоносных сайтов и методов фишинга. Подписка на «Сёрфшарк» действует на неограниченном количестве устройств, поэтому смело делитесь ею со своими родными и близкими. И важно, «Сёрфшарк» можно оплачивать из России даже сейчас. А с промокодом «Юрий» подписка будет ещё выгоднее. Можно получить скидку в 83% и 3 месяца в подарок. Ссылка на скачивание в описании. Вперёд! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, леди и джентльмены! И для начала пару слов, как мы с вами все докатились до такой жизни. Дело в том, что Федеральная служба безопасности города Оренбурга не даёт мне провести концерт в обычном режиме. Забугивают площадки, и поэтому сегодня мы проводим концерт в двух разных местах. Ну, потому что близится конец рабочего дня, и, боюсь, господа не успеют отменить везде. Ну, хотя площадка, на которую я должен был поехать после Харас Павы, уже тоже запугана и не подписалась на договор аренды, а на-ка мы тут же нашли третью, которая оказалась посмелена. Вот краткие вести с полей. А теперь давайте начнём концерт, каким бы он ни был. Да? Готовы? Официальная причина отмены в Оренбурге — ковид. А настоящая? Настоящая причина — это моя поддержка Алексея Навального, видос, который я снял в январе. Ты знаешь или предполагаешь? Я предполагаю, потому что аналогичные проблемы случались с другими площадками, и это периодически говорили менеджменту прямым текстом. Меня зовут Иван Алексеев, я артист, музыкант, выступаю под творческим псевдонимом «Нойзимси» с 2003 года. Я зарабатываю исключительно своей музыкой, никаких других доходов у меня нет. На эти деньги я полностью содержу свою семью. Мы с женой воспитываем двоих детей, они ходят в приличную частную школу. За годы карьеры я накопил на приличную московскую квартиру. Я родился в маленьком провинциальном городе, я рос в бедной семье. Мне известна цена успеха, и мне есть что терять. Учитывая все эти обстоятельства, мне, по идее, на первый взгляд, не стоило бы выступать с поддержкой Алексея Навального. 23 января мне стоило бы, на первый взгляд, остаться дома и промолчать. Я часто слышу, подумая о своих детях. Я именно о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить, а если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму. Отказывали в аренде все. Нашел площадку, банкетный холл, который там тоже не работает. Договорились об аренде в день концерта. То есть сегодня я приезжаю подписывать договор, отдавать деньги. Уже подвинул столы, все сделал. Поступил звонок к бухгалтеру, от управляющего, что ничего там не будет. Ему позвонили сверху. Кто, как бы, понятно, он не сказал. Позвонили сверху, полгорода на ушах стоит. И я сел в машину, просто не знаю, что делать дальше. У меня висит 900 человек, и куда их дети, я не знаю. И так вот срослось. Мы перенесли на третью площадку в течение пяти минут. И вот на третьей площадке, надеюсь, все равно будет. Нормальный концерт пройдет. Сколько там нарядов? Руководящие должности приехали? Понятно. Москву поднимут? Я понял тебя. А нет никаких открытых площадок где-то, может быть, вне города ближайших? Ничего нет? Полян каких-то лесных нету? Ну, полиция приехала в клуб, много нарядов, и чины приехали какие-то, и сказали, что у вас концерта не будет здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья мои, к сожалению, мне пора бежать, потому что меня ждут еще многие-многие-многие замечательные аутбуржцы. Спасибо вам большое. Давайте общую фотку сделаем какую-то. Я заберу сейчас как-нибудь вот сюда, а из того угла нас кто-нибудь супер-мега сфотографирует. Как говорил какой-то чувак, что зашел кто-то в штатском, сфотографировал, с фразой, блядь, они не там, куда ты уехал. А вон приехал, вон идет, товарищ. А тут все уже нет ничего. Поехали через черный ход, выйдем. Давайте повалить, да? Да. Оренбург, привет. Это информация для вас. В первом месте я успел отыграть акустический сет и собирался ехать на Сталмышевскую улицу, где вы меня уже ждали. Но поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовой структурой, и выступить там сегодня не получится. Мы обязательно что-то для вас придумаем, мы перенесем и отыграем этот концерт во что бы то ни стало. У нас почти получилось это сделать сегодня, но, к сожалению, почти не считается. Мы обязательно придумаем что-нибудь и вас всех оповестим. Я прошу вас не сдавать билеты и не сдаваться. Мы обязательно победим. Спасибо вам большое. После Оренбурга произошла еще серия отмен. Отменили Калугу. И сейчас я уже не вспомню еще, что были за города в графике. Но это был еще не тот стадионный тур, все как у людей, который мы планировали провести. Сначала в 2020 году, потом перенесли из-за ковида, и в 2021 году должны были отыграть. У нас на него были грандиозные планы. Мы должны были собирать, как металлика практически. Фуры? Да, фуры с аппаратурой, со светом, со звуком, выезжать заранее на стадионные площадки, монтировать там все это хозяйство заранее, приезжать и играть. Стало понятно, что этот тур нам тоже отменят, и что издержки станут для нас катастрофическими. Мы уже не выплывем из этой впадины, если такие два-три шоу нам отменят в день концерта. Объясним экономику. То есть фура приехала на концерт? Фура арендована изначально. Существует договоренность с транспортной компанией, которая осуществляет всю эту логистику. арендуется аппарат, арендуется свет, соответственно. То, что они везут. Арендуются площадки. Все это предоплачивается. В надежде, что потом люди придут, купив билеты, эти деньги после проведения концерта окажутся у нас, и второе окажется больше, чем первое. Но когда тебе концерт отменяют по каким-то причинам, исходящим сверху, то, естественно, никто тебе не будет ничего компенсировать. И просто ты должен будешь людям возвращать билеты. Соответственно, минус у тебя уже огромный, он все растет, доходы не поступают, ты проваливаешься в долговую яму. Вот такие у нас были перспективы. Каждая отмена – это миллионы рублей. Каждая отмена – это миллионы рублей, да. Помимо этого, в конце лета я впервые за долгое время прошел полный медицинский чекап. У меня обнаружились лишние детали кое-какие. Я перенес две операции. И врачи мне сказали, что вообще надо себя поберечь. И какой-то плотный график гастрольный, активной физической нагрузки мне сейчас вообще не подходит совершенно. Ну и очевидно стало, что? Что если мы эти концерты сейчас попытаемся играть? Какие-то мы будем отыгрывать, где-то мы будем пытаться переносить все на другие площадки. Плюс мы будем проваливаться в эти долги. В сочетании с моим состоянием здоровья на тот момент как-то это все вообще не вязалось. При этом мы приняли решение не привлекать дополнительного внимания к причинам этих отмен, чтобы суметь отыграть хотя бы несколько концертов, которые мы запланировали. Поэтому я объявил об отмене большей части тура по состоянию здоровья. Мы занялись выяснением, какие города более реально сыграть, скажем так. Таких городов в итоге оказалось три. Мы сыграли в Воронеже, мы сыграли в Екатеринбурге и мы сыграли в Москве. Двойной концерт. А чего это зависит? Типа ФСБшники более либеральные? Ну да, можно так сказать. То есть все равно были проблемы, но, во-первых, в Екатеринбурге, сам понимаешь, все устроено немножко по-другому. Это вообще оппозиционная столица России. Там нас отстояли. Мы играли два дня в телеклубе, в самом большом клубе города. Да, и, собственно, от изначальных планов брать именно стадионы мы тоже отказались, потому что стадионы, как правило, все-таки имеют отношение к администрации и на частных площадках, в больших клубах в этом плане гораздо проще. В общем, по моим подсчетам, из 37 запланированных концертов удалось сыграть три. Твой тур плотно срывался не только в 2021 году. Первый твой такой опыт — это 2014 год. Сорванного тура? Да. Проводится профилактическое мероприятие данного заведения. Сейчас работу выполним, дальше будете отдыхать. Все будет наверняка замечательно. Мы проводим разрастные работы на мероприятии. Загида скрываются страшные террористы. Обязательно найдут. Возможно, они среди артистов. Фестиваль Куана, 2014 год. Полгода, как Крым аннексирован. Началась война на Донбассе. Ты выступаешь в Краснодарском крае и говоришь, что ты только что приехал из-за Львова и не видел там фашистов. Давайте поговорим с вами об украинском нацизме. Кто из вас был во Львове? Поднимите руки. Что началось? Мне выключили микрофон. Прервали трансляцию. Следующие, кажется, несколько песен в трансляцию не попали, как и, собственно, мои обращения к публике перед ними. Это очень меня разозлило. И после этого, когда на ночной сцене выступала группа «Анакондос» и я должен был стать гостевым участником этого выступления, мы должны были исполнить совместную песню, я вышел на сцену полностью голый и зачитал песню «Похуистый» вместе с «Анакондос». Ты пересиливал себя, когда раздевался? Нет. Это скорее было как нырнуть. На адреналине? Ну да. Как зал реагировал? Неоднозначно. А что значит «неоднозначно»? Ну, меня кто-то что-то кидал, кто-то орал, кто-то, наоборот, угорал от того, что происходит. По-разному. Ты был трендом? Нет, не слишком. Понимаю, что вообще было уже 2 часа ночи. И я, и люди вокруг тоже, я имею в виду в зале, тоже уже были в своеобразном расположении духа. Но более важная вещь произошла во Львове за несколько дней до этого. Вот там произошел, на самом деле, у меня серьезный переворот сознания, потому что, отправляясь туда, я ожидал некой инверсной ситуации. Мы были единственной российской группой, которая не отказалась выступать на фестивале. Там должно было быть еще 2 или 3 очень известных группы из России, которые все в последний момент от выступления отказались. Это за хит-фест? Это за хит-фест, да. Мы туда ездили с 2013 года, каждый год мы пропустили одно какое-то выступление, кажется, в каком-то 16-м, что ли, году, не помню точно. А так мы каждый год были там хедлайнерами. Я дико люблю этот город и дико люблю этот фестиваль. Это вообще одно из моих любимых мест. Правляюсь туда в 2014 году, в августе. Я ожидал, что у нас будут проблемы там, потому что мы группа из России. У меня была подготовлена тогда антивоенная программа. Я много говорил на этом выступлении об информационной войне, о пропаганде, об отчуждении. И зал нас поддерживал. Ну, как зал, это открытый фестиваль. Там было 15 тысяч человек. Они все рубились под нашу музыку и пели хором наши песни на русском языке. И там перед песней «Танцы» — это наш ремикс на одноименную песню группы «Вовли Доплясова» — мне вручили украинский флаг. И я ему поясался в знак поддержки Украины и дружбы между нашими народами. И на следующий день я вернулся в Россию уже врагом народа. То есть к моменту выступления на Кубани уже прошла огромная серия публикаций про то, что я предал страну, ужасный человек и все такое прочее. Вот. И та поездка во Львов и то, как нас там приняли, конечно, неизгладимый отпечаток оставила. Это было совсем не то, чего я ждал. А вот вернувшись в Россию, я как раз получил то, чего я ожидал, отправляясь в Украину. Организаторы фестиваля Куана могут тебе сказать на твое поведение тогдашнее, что «Ваня, ну зачем ты так подводишь? У нас тут миллионные траты, а ты просто берешь и вот лезешь к зверю в клетку». Я приехал выступать на Кубани бесплатно, потому что меня организаторы попросили выступить бесплатно, у них были проблемы в том году. И поскольку мы на Кубани с 2009 года каждый год играли, мы помнили этот фестиваль не самым крутым фестивалем России, где впервые выступили System of a Down, например, или куда Продиджи приезжали закрывать фестиваль. А мы помнили, когда это была ситуация, где тебя селят просто в каких-то картонных курятниках, как в каком-то бывшем пионерлагере, где в туалет ты ходишь просто в серию дыр в полу, разгороженных какими-то тонкими стенками. Первая Кубана в 2009, я помню, такая картина. Значит, я, пардон, сижу, справляю большую нужду, заваливается в туалет чувак пьяный в дупель с 40-сантиметровым иракезом, говорит, «О, Нойс, классные песни поешь, всю дорогу тебя слушали. Дай питьюню». Вот, это была первая Кубана. И, собственно, организаторы Кубана обращаются к нам в 2014 году, у нас очень плохо, выступить у нас, пожалуйста, бесплатно. Ну, такие, ну, говно вопрос, давайте, конечно, выручим вас. Ну, а потом начинается все эти отключения микрофонов там и вырезание из трансляции. Я, конечно, психанул. Назови меня, пап, ссори, обиди, в чем хочешь. Слушать будешь все равно, я же знаю точно. У пиратов купишь диск и друзьям не скажешь. Назови меня, пап, ссори, не обидишь даже. Я правильно понимаю, что твое первое явное и открытое обращение к так называемой общественно-социальной повестке — это «Мерседес 666». Ну, нет, наверное, все... Смотри. Помню такой случай, значит, школой я учусь в седьмом или восьмом классе. Я тогда параллельно со своей первой рок-группой, которая уже существовала, я собрал первую рэп-группу. Вот, и мы написали песню под названием «Быть или не быть». И вот я, значит, после школы захожу к бабушке, потому что это ближе, чем домой. Домой надо было ехать на троллейбусе, а обедать я обычно заходил к ней. Вот. И сижу, значит, в тетрадке, что-то там черкаю, дописываю этот текст. Я говорю, что ты там все пишешь? По учебе что-то? Я говорю, нет, я говорю, я песню написал. Она говорит, да, и про что песню? Я говорю, ну, песня против правительства. Она такая «И где же вы такие песни будете петь против правительства?» Вот, так что мне было сколько? 13 лет, наверное. Мое первое обращение к антивоенной тематике — это песня «Хочется верить» группы Face2Face — это 2000-ый, кажется, год. Мне 15. Про что она была? Там припев был такой «Хочется верить, что через много лет когда-нибудь следы этой войны сотрутся в нашей памяти, но навсегда останутся на совести и политика в жизни тех ребят, что не вернулись к родителям. Про чечню. Про чечню, да. Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов. Меня не парит, что там обо мне напишет пресса. Если ты встал на пути моего Мерседеса, при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса. Мерседес S666. Прочь с пути хлебей под колеса, не лезь. Жалкая черн, трепещи на трассе патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Я точно помню тот период у тебя в карьере, когда ты записал Мерседес 666 про аварию на Ленинском проспекте. И тебя стали обвинять в том, что ты таким образом как бы пытаешься сорвать резонанс. И это делали так часто, что ты после этого написал песню «Вьетнам», в которой, собственно, была там ирония на этот счет. Это все 10-12 лет назад. Да, именно так. То есть ты фактически оправдывался за то, что ты высказываешься на этот счет не потому, что тебе хочется стать популярнее, присосавшись к популярной теме, а потому, что тебя просто действительно это волнует. Ты когда-нибудь задумался о том, как поменялось время с тех пор, что если тогда артиста могли обвинять за то, что он присасывается к такой теме, то сейчас артиста скорее ругают за то, что происходит. За то, что он не высказывается. Именно. Что произошло? Произошло то, что система стала гораздо более жестокой. Людям от индустрии развлечений все равно нужно какое-то вот это ощущение, что человек на арене сражается со львом. Просто тогда это выглядело так, как будто ты бьешься с каким-то львом, который сидит в клетке и ни за что тебя не укусит. Тогда было более мягкое время. А сейчас, мне кажется, есть запрос у аудитории на то, чтобы ну как-то посмотреть, что ты на самом деле смелый. Мне кажется, что в основе вот этих претензий все равно лежит вот эта такая низменная мотивация. Типа, ты че, зассал? Ну да. Я думаю, что в большинстве этих претензий, в основе большинства из них, лежит все-таки вот такое чувство. Чувство заскучавшего зрителя по-прежнему. Но есть и причина более адекватная, на мой взгляд. Потому что время страшное, и говорить страшно, но говорить нужно. А что это поменяет? Это поменяет то, что люди будут в курсе происходящего. Потому что многие люди, даже, не знаю, даже взять значительную часть моей аудитории. Ну вот я выкладываю, например, анонс европейского, американского, канадского тура и получаю просто гору комментариев. О, а когда в Томск? А че не приезжаешь в Владивосток, давно не был? Ну то есть даже, казалось бы, люди, которые меня слушают, подписаны на ресурсы. Ну вот даже они не понимают, что происходит. Песня в темноте открывает небольшой поэтический цикл в рамках этого нашего концерта. И если в темноте вы слышали строки Бродского, то следующая песня в качестве припела имеет первую страфу стихотворения Осипа Емельевича Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда». Ты поклонник Осипа Мандельштама. На самом деле это со мной произошло благодаря знакомству с Ромой Либеровым, который снимал фильм «Сохрани мою речь навсегда». И изначально пришел ко мне с идеей сделать какой-то трек с использованием стихов Мандельштама. Так и получилась песня «Сохрани мою речь», которая стала саундтреком этого фильма. Это, знаешь, мне очень, безусловно, не нравится, а я люблю наследие Осипа Мандельштама, но я, пожалуй, еще больше восхищаюсь его женой и вот ее книгами воспоминаний. Это вообще одни из самых главных, вообще самых важных вещей, которые я читал. Сори, не все же понимают, о чем идет речь вообще, в принципе, да? Осипа Мандельштама за его эпиграмму на Салина, за едкое стихотворение, посвященное вождю, сосали в лагеря, где он и умер, а помимо этого пытались полностью уничтожить все оставленное им наследие. И поэтому Надежда Яковлевна выучила анализусь все его стихотворения и всю прозу. И только благодаря ей, ее феминальной памяти, тому, как она переписывала, сохраняла в разных местах черновики, рукописи, мы можем сегодня читать поэзию Осипа Мандельштама. Такая вот история стоит за этой песней. Ну и, конечно, она и моей жизни отосвящается. АПЛОДИСМЕНТЫ Что вы хотите, чтобы нашли при обыске в местах, так или иначе, связанных с письменными принадлежностями. Потому что там, в первую очередь, ищут по инструкции. Вызвигают ящики, смотрят все эти бюро, письменные столы. Вот спрячешь текст в корзине, не в корзине, а в кастрюле, и никто его никогда не найдет. ПЕСНЯ Ты знаешь, я вообще, как рэпер, больше люблю так называемый «дольник». Когда нет фиксированного размера, когда поэт все время играет с длиной строки, с количеством слогов. Но у Мандельштама эта форма, она как бы олдскульная везде. Ну, условно, как у Пушкина. Но при этом, при этом это совершенно не похоже на XIX век. Он продолжатель такой именно классической русской поэзии. И в его стихах можно очень долго расшифровывать образы. И многие из них настолько многослойны, что на это можно потратить много времени. Порой тебе приходит какое-то озарение спустя годы после знакомства со стихотворением. Это очень интересно, такое самораспаковывающееся послание. В традицию соцреализма, где все должно было быть предельно понятно, однозначно, без всяких там каких-то скрытых смыслов и какой-то там игры сложной, витиеватой, он был олицетворением вот всего противоположного. За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век Валкадар, Но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в руках, Жаркой шубы сибирских степей. Сибирских степей. Сейчас век Валкадар? Да, совершенно точно. А тем временем глава следственного комитета Александр Бастрыкин Снова занялся рэперами. На этот раз его ведомство будет проверять Оксимирона и Нойзем Си на наличие в их песнях Реабилитации нацизма и экстремизма. На музыкантов пожаловалась цитата Патасу «Инициативная группа патриотов». Здравствуйте! С вами говорит Иван Алексеев, также известный как Нойзем Си. Добро пожаловать на выставку, посвященную моему десятому альбому. Он называется «Выход в город». Для того, чтобы сделать глобальный концепт всей работы более читаемым, я записал для вас предисловие к каждому треку релиза, где попытался четче обозначить все смысловые связи между ними. Мы хотим подружиться с другим культурным пространством, показать, что музыка — это не только музыка Ивана, что это больше, что это культурное творчество, культурная составляющая, культурное направление, которое помогает людям ориентироваться в столь непростое время, когда ответов на вопросы очень мало, а вопросов очень много. Поэтому даже была мысль пригласить на эту выставку Александра Бастрыкина, чтобы он смог разобраться в текстах Нойзем Си наконец-то, и, в общем-то, им было полегче изучать. Мы здесь разжевали в каждом из экспонатов, о чем же эта песня, для чего она сделана, чтобы Следственному комитету было полегче работать. Мы не можем играть концерты, мы делаем выставку. Ну, то есть запретят выставки, я придумаю что-нибудь еще. И, ну, как бы, невозможно творчество утопить. Бояться выпускать свои песни — это не жить. Как можно бояться выпускать музыку? Следующая песня, как известно, о правоохранительных органах Российской Федерации, называется она «Двадцатые годы». Как ты встретил новость о том, что Следственный комитет попросил тебя проверить на экстремизм? Наша квартира на несколько дней превратилась в такую, знаешь, диссидентскую малину, где собирались совещания с обсуждениями бесконечными, что же все-таки делать, как на это реагировать, и как найти выходное. Ну, в итоге мы решили уехать в Мексику под Новый год и подождать результатов проверки там. Это был незапланированный отпуск. В Мексику мы поехали, потому что там были наиболее простые, скажем так, ковидные ограничения, точнее, их полное отсутствие. Ну, и мы были в стране раньше, нам очень нравится Мексика. И у нас есть там знакомые. На самом деле, это были чудесные каникулы. Просто замечательные. Хотя и по такому поводу. Ты много думал там об этом? Первое время — да. А потом, ты знаешь, наступило настолько яркое, бесконечное, какое-то интенсивное семейное счастье, что я просто в этом растворился. Это были счастливые идеи. И продолжатся двадцатые годы Без мутищих воду И чуждых народу У панических поэтов От лишних карт зачистят колону Шестерки сексотых В вагонах Идиоты Дураки в эпалетах Каково это — жить, когда тебя все время прессуют? Ну, это угнетающее чувство. Иногда, конечно, Как-то Греет и утешает Этот романтический Ореол опальный Но это моменты, Это отдельные какие-то проблески. Защита, наверное, психологическая такая. В целом, просто ты живешь В постоянной неуверенности В каждом своем следующем Концерте. А это главная часть твоей работы. Ну, это... Мы как-то с Окси Мироном Интересно поговорили на эту тему. Он поделился со мной ощущением, Которое со мной капитально срезонировало. Дело было... Какой-то был год. Ну, какой-нибудь девятнадцатый, Когда... Когда Мирон стал делать Какие-то первые, в общем, Свои там политические акции. Он сказал, А, я теперь понял. То есть, когда ты Об этом думаешь отвлеченно, Тебе кажется, что за тобой Сейчас приедет черный воронок. И тебя упекут в тюрьму. А потом ты понимаешь, Что это просто рутина. Что ты противостоишь Машине, такому комбайну, Который просто Молотит и молотит. А ты... Маленький, Ничего не можешь с ним сделать. Я сказал, ну да. Ну здорово, добро пожаловать в клуб. Баз там. Лех. Баз там. Большой микрофон, Большая гитара. Мы делаем гибрид из двух звуков. Синтезаторный бас и живой. И вся эта песня построена Собственно, на этом сочетании. Такие вещи часто делают Индустриальные музыканты. Nine Nights Nails с Marilyn Manson. Но я попробую минимизировать Эти шорохи по струнам. У меня оказывается, Просто за последней Непрерывной записи Просто выросла адская мозоль На указательном. Именно она елозит вообще страшно. Вот, безымянный ничего. Я так его чуть-чуть это Боком прикладываю. Как тебе реакция на альбом? Мне кажется, его не приняли. Многие не поняли, Опешили, не словили, Не считали. В общем, реакция была очень неровная. А что не приняли? Ну, как-то люди не поняли, О чем эти песни очень многие. Многим не зашел вайп, Что все такое какое-то Грустное, лирическое. И даже драйвовые вещи Вроде Столетней войны И Инстинкта, например, Они оказались незамеченными Теми, кто как раз требовал Какого-то панк-рока И его не нашел. Почему-то это все было удивительно. Реакция была странная. Я когда сочинял, Мне казалось, что это Настолько, ну, как-то Должно задеть многих. А в итоге реакция на альбом Была такая А, ну, ясно, списался. Как бы все, унылое говно. Такого было много. Как ты это переживал? Ну, я парился, честно говоря. Я очень много в эту работу вложил. Я ожидал, что это будет Ну, какой-то все-таки Ну, какой-то вау-эффект произведет. Но этого не было. Я подумал, что, ну, я сделал максимум, который могу на этом этапе своей карьеры. И вообще не получил той отдачи, которую ожидал. И, с другой стороны, я парился, и парился, что я парюсь, и это было прямо, ну, в общем, такой неприятный эго-трип. Такое, знаешь, неудовлетворенное тщеславие. В общем, паршивые эмоции, вообще отстойные. Как ты из него выходил? Да как? С семьей проводил время. На самом деле была целая куча счастливых моментов. Тогда они все были не связаны с музыкой, а были связаны с семьей. Старался сосредоточиться на этом, и у меня в основном получалось. У меня бывали такие, знаешь, я иногда просыпался часа в 4 утра. И час лежал и думал, да, ну, ёпро СТ, ну, что ж, альбом-то так и не зашел. Потом засыпал, и дальше уже все было нормально. Я просыпался, начинался новый день, и все в порядке. В общем, он так и не зашел, честно говоря. Потому что я вижу, что сейчас он начал заходить. Но лучше бы этого контекста не было. Я начал писать эту песню в Мариуполе после фестиваля. Ко мне приехал мой друг из Одессы, Серега. Он делал наш самый-самый первый концерт в Одессе в 2009 году. Мы с тех пор дружим, я так понимаю, что он в церобороне рубит сейчас. У меня был большой номер, двухкомнатный. Вот, он поселился у меня. Я давно хотел написать песню на украинском. Он украинским языком очень интересуется. Вообще, увлекается филологией и украинским языком, и русским владеет глубоко очень. И вот я у него спрашивал советы по поводу каких-то фраз конкретных. Мы с ним советовались постоянно. И вообще он мне с этой песней сильно помог. И вот тогда я написал припев. Куплет первый я сочинил, когда мы были с семьей в походе на Алтае. И второй куплет я дописал уже, когда мы вернулись в Москву. Я пошел гулять по нескучному саду и, наверное, часа за два, наворачивая круги, там написал второй. Как это технически выглядит? Ты идешь, придумываешь? И в мобильный звонишь? Да, и потом проверяю, правильно ли я придумал. Конечно, я по-украински свободно говорить не могу. Я читаю книжки, и у меня пассивное знание неплохое. Но мне нужно, конечно, проверять. Я, например, сделал четверостиши, отправил Сереге почитать. Она говорит, да это хуйня, так никто не говорит. Ты просто в лапе ух, что-то там понаписал. Я переделываю, скидываю, а так нормально? Он говорит, ну так нормально. А интерес к Украине и украинскому языку из-за того, что ты вырос рядом с границей? Ну да, я вообще много украинской музыки слушал всегда, и в детстве тоже. И меня очень прикалывало, что многие же слова интуитивно понятны, хотя корни используются часто, ну вот, понятно интуитивно, но вообще другие, и рифмуются другие слова, и падежи по-другому работают. И это как-то, это очень увлекало меня всегда. Украинский крутой язык. И что меня особенно бесит, это вот отношение многих недалеких людей, что это какой-то, типа, неправильный какой-то деревенский русский. Я прямо, меня трясет прямо от того, что есть такое отношение. Это сложный славянский язык, отличающийся от русского, и сильно отличающийся от него и по фонетике, и, ну там, грамматически, ну и плюс он очень музыкальный, более музыкальный, чем русский. Это, кстати, синтезатор. Прикинь, это не сэмплы. Да? Это синтезатор, и взрывы тоже на синтезаторе сделаны. Это клавиши можно сделать? Это запрограммированный синт. Это сделал Вадик Шрам, один из моих саунд-продюсеров. Вот он предложил этот эффект, очень только на меня, да, мы достали его так, долго с ним провозились. Еще был такой момент, короче, ну я, естественно, отправлял все обновления Сереге в Одессу, пока мы работали над треком. И сначала звук вот этой вот ракеты со взрывом, он начинался слева и уходил вправо. Серега пишет, типа, все круто, только надо, чтоб справа летело. Типа, что это от вас. И ты поменял? Мы поменяли, там, звук начинается справа, да. Это в августе было. Ну, 15 февраля, ровно в середине день рождения у Миши, мы его праздновали в узком семейном кругу. А, собственно, вечеринку, которую он так хотел, мы запланировали на 27-е, что ли. В общем, она должна была произойти сильно позже. И мы готовились к дню рождения. Потому что он хотел пригласить всех своих одноклассников и друзей, которые не учатся ни в школе. Это, на самом деле, было большое мероприятие. Наступает день… Потом начинаются все эти новости про… про признание ЛНР и ДНР, что уже я воспринял как не то, что тревожный сигнал, а что вот оно началось. Но при этом я ожидал, что конфликт будет локализован в рамках Луганской и Донецкой областей. Ну, это достаточный кошмар вполне, сам по себе. Вот, я помню это нарастающее нервное напряжение и постепенно приходящее ощущение, что трагедия неизбежна все, полномасштабная. 23 февраля… Ну, то есть, где-то 21-го, наверное, числа, я понял, что надо выпускать концертное видео из стадиума на Столетнюю войну. И в тот день я связался с нашей командой, с видеографами из Крокфилм. И, в общем, мы в спешном режиме начали делать это видео, чтобы выпустить его 23 февраля. А 24 февраля начинается война. Кумиры молодости, теперь фанаты старости, обеспеченные милостивые сказные. Скачет бесы в ад верхом на послушных фаустах, авторах гимнов радостных заказных. Под железным куполом, за железным занавесом прячется наша заказочная душа. Мы любуемся в зеркальне, оттащишься волосы, красотой противотанкового ежа. Свет мой зеркальце, скажи, все листы хлебачерицы, нами без еды отправлены в чёмный лес. Родина мачеха не любит, когда отмалчивается, ни к чему даме в возрасте лишний стресс. От горьких истин надёслях давно оскомены. Крепли против течения на кожу волдыри, опричники настагируют по былой Москве. Мы, русские, с нами Бог, можем повторить. Давай заварим кашу, раз уж вырыли топор. Что ты решил делать, когда началась война? Ну, действовать по изначальному плану, уезжать из страны. Как это происходило? Ну, нужно было сделать визы, которые знакомые правозащитники нам предлагали помочь оформить ещё, что когда в конце 21-го года началась вся эта история с Бастрыкиным, мы занялись этим. Я улетел первым, чтобы встречать семью уже в Литве. Аня собрала вещи, села за руль, повезла детей. Я встретил их на латвийской границе. Потому что в тот момент с Беларусью вдруг появились пограничные посты тоже. И пришлось бы проходить две границы, если бы они ехали сразу в Литву. Тебе приходилось объяснять для себя свой отъезд? Да, конечно. Как ты это делал? Ну, я не мог оставаться в России. Для меня там оставалось только два сценария. Это либо сесть в тюрьму за антивоенную деятельность, либо помалкивать в тряпочку и продолжать пытаться как-то зарабатывать, но уже не концертами, потому что концерты проводить не давали. И, видимо, впоследствии все равно оказаться в тюрьме. Потому что я уже много всего успел, сказал, сделал и без того. В плане моей семьи перспективы были соответствующие. Это жена декабриста и безотцовщины. Моим детям рассказывали бы на разговорах о важном, что такие, как их папа, это предатели и враги. А я… я хотел всегда растить их свободными людьми и дать им международные перспективы. И этот принцип никуда не делся. А в России этого невозможно сейчас добиться. Как вы объясняли отъезд детям? Прямо. Путин начал войну. Бесчестную. Которую мы никак не можем поддерживать. И, помимо прочего, оставаться в стране опасно. Как они отреагировали? Ну, с грустью, но с пониманием. Особенно Вася, особенно старший сын. Ты проматывал в голове, что он или они скажут, что, блин, как уезжать? Вы чего? Ну, конечно, да. Нет, ну, мог бы они… Я помню, когда я на митинг ходил в двадцать первом году, вообще с Мишей отговаривали меня туда идти. При том, что понимали, что… То есть, почему я туда иду, они знали. Но при этом очень переживали и просили папа, не ходи. Ну, и на своем каком-то уровне детском пытались объяснить. Нет, ну, ты не ходи, пусть другие сходят. Ну, объясняю, что, ребят, ну так никто не пойдет. Я нифига не понимаю. Я не знаю. Это заходить в дом. Дорога, братья украинцы, усмехнется доля. Я сейчас оформлю, если сфотография правильная. И 9 часов. Это был очень спонтанный, быстро организованный антивоенный фестиваль. Приглашение на него мне передал Дима Глуховский. Но это было большое решение. Я понятия не имею, как это будет выглядеть к моменту, когда я это буду комментировать в этом выпуске. Но на тот момент мы только что, только что прямо уехали из России. Оказались наконец-то в безопасном месте. Пришло это предложение. И, конечно, принимая его, я ощущал, что иду на огромный риск. Только что был принят этот закон про дискрадитацию ВСРФ и прочие эти все законопроекты. В общем, я выступал там, ощущая, что за это я могу получить тюремный срок, быть объявлен в розыск. Вот в каком ощущении я там выступал. Мой старший сын, Вася, очень-очень долго, несколько лет, копил деньги. Он скопил 326 евро. И сегодня отдал все эти деньги на помощь в дежурнице. Иван Алексеев. Привет, всем. Меня зовут Иван Алексеев. Я русский артист, известный как НОСМС. Я приехал сюда, чтобы сделать звук спокойствия. И чтобы вы знаете, что в моем стране есть еще много голосов, которые являются очевидно против войны. Важно, что они пытаются быть мутены. Но мы верим в спокойствие. И следующая песня, моя главная песня анти-варная песня. Она написана в 2014, когда все это начало. Она была создана в коллаборации с талантливой группой из Санкт-Петербурга. Это называется «Атлантида Проджем». И это песня называется «Жордан». Летники растают, восполниются и ордам. Все помирятся, шалум алейкум, алейкум, салам. Давило, и было непонятно, как само это выступление будет воспринято. Готовы ли меня вообще здесь слушать. Ну, в общем, это одно из самых тяжелых выступлений в жизни. Это может быть... Я думаю, что многим этот контекст, наверное, будет непонятен и все такое. Но это одно из самых тяжелых выступлений вообще, которые у меня было. На дальней точке, там позади, на самой лучшей из возможных планет. Да только там ее давно уже нет, там только призрачный след. ПОДПИСЫ ПОДПИСЫ Как ты объясняешь, почему все это произошло? Почему Путин начал войну? Ну, я думаю, это... такой этап его отравления вот этой одержимостью, властью. Я думаю, что это вследствие его стремления к какому-то величию, как он себе его представляет. Я думаю, он окончательно сошел с ума. Почему никто из окружения ничего не смог с этим сделать? Ну, потому что система уже выстроена таким образом, как король просыпается каждое утро королем только на основании того, что все считают, что он король. Не потому что он сильнее всех, кто его окружает. Не потому что он имеет над ними какую-то реальную абсолютную власть. Просто... Это вот такая интерсубъективная сущность, которая существует только в головах у большого количества людей. Возникает, наверное, и какой-то стокгольмский синдром своеобразный. Ну, вот я недавно перечитывал повесть стругацких попыток к бегству, где высокоорганизованные земляне будущего вдруг вмешиваются в дела цивилизации несравненно менее развитые. менее развитые, чем земляне той эпохи, на которой идет речь. И там они наблюдают толпы плененных преступников, с которыми очень жестоко обращаются надсмотрщики. И вот они не выдерживают. Вмешиваются в эту ситуацию. Нападают на надсмотрщика. И в итоге эти вот преступники, находящиеся под надзором, одного из участников этой экспедиции ранят. Нападают на него. И вот там следует длинное рассуждение о том, что, казалось, верный раб — это какой-то бред. А оказывается, это работает. Вот они там на эту тему ведут пространную беседу. — Это работает? — Ну, с точки зрения Бориса и Аркадия — да. И я думаю, у них есть основания так считать. — А с точки зрения жизни? — Тоже думаю, да. Людям очень тяжело выйти из зоны комфорта. Плюс, я думаю, у многих в окружении Путина уже у самих настолько руки в крови, что им некуда деваться. Они заложники ситуации уже давно. — Почему у нас все повторяется? — Ну, я думаю, это как невыученный урок. Если ты приходишь на пересдачу, но по-прежнему не готов, ты опять получаешь два. Ну, потому что на самом деле не разобраны все те страшные вещи, которые творились в нашей стране в двадцатом веке. По-прежнему оспариваются, были ли репрессии, был ли большевизм хорошим или плохим. Это на полном серьезе обсуждается. Это вызывает раскол в обществе. Ну, вот яркий пример — это, конечно, прекращение деятельности мемориала. вот из-за таких вещей. — Ну, что нужно было делать, чтобы к пересдаче мы пришли готовыми? — Ну, конечно, вся эта советская верхушка, которая в итоге переобулась и превратилась в демократические силы, должна была быть отстранена вообще от управления страной. Это был единственный способ. Ну, НКВД, КГБ или ФСБ, как бы смена вывески — этот, короче, момент не решается, если это одни и те же люди, которые выросли в определенных ценностях и все равно были внутри вот этого всего партийного советского аппарата. — Ты про иллюстрации говоришь? — Ну, я про иллюстрации говорю, да. — Ну, я просто неправда не вижу другого выхода. — Когда мы сейчас слушаем этот альбом, кто-то говорит, ну нифига себе у Ванька портал Кванги открылся. Ты ловишься на ощущение, что куча вещей через несколько месяцев стала прям вот разрываться актуальности? — Ну, я соглашу, что у многих песен появилось какое-то дополнительное второе-третье дно и другая глубина. Но я в этом ощущении был уже тогда. То есть просто сейчас это стало еще более очевидно, это воспринимается еще более болезненно. Ну, конечно, сейчас он слушается по-другому, да. — Ты натыкался на комментарии, например, под «Столетней войной» — это все «Нойз МС» со своими песнями? — Ну, конкретно такое не видел. Нет, натыкался больше на другие в духе, что это написано по схеме утром в газете, вечером в куплете. Что опять это конъюнктурщина. Хайп на крови, типа. Ну, от людей, которые не понимают, что эта песня написана год назад. «Хотел в окно посмотреть на двор, но запрещает Роскомнадзор. На эту песню мы снимем клип, без звука синенький логотип. На весь экран пять минут подряд такой вот трек и видеоряд. А каждый, кто его репозьнет, сразу получит штраф и условно год». Ты заметил, что произошло с песней «Предателя» за те месяцы, что ты писал альбом и выпускал? Ну, заметил. И я бы характеризовал это изменение. Я вот сейчас перечитывал «День опричника» Сорокина и поймал себя впервые на мысли, что Владимир не дожал. То есть, что это выглядит, как, ну, какое-то сочинение на злобу дня и причем как будто бы не самым ярким уже образом сделано. Вот примерно то же самое, мне кажется, произошло с песней «Предателя», честно говоря. Хотя, когда мы читали «День опричника», казалось, что это, ну, наоборот, чересчур. Оказалось, что не дожал. Это больше не чересчур, да. Ну, может быть, не «не дожал», но сделал настолько это близко к реальности. То есть, это настолько теперь научная фантастика ближнего прицела воспринимается как-то так. Конъюнктурно по мотивам новостей сделано как будто такое что-то появилось в этой книге, на мой вкус. Да, сейчас буду вокал записывать для новой песни. Вчера сочинил новую вещь, сегодня буду на концерте ее играть. Вот сейчас разбираюсь с демо-аранжировкой, под которую буду писать. Ну, просто гитарный риф у меня был уже какое-то время, ему, наверное, недели три. Но я как-то это все оформил тезисно вчера в автобусе, пока ехал, пока комп не сел. Ночью заслал материалы одному из самопродюсеров, с которыми работаю, Вадику Некрасову. Он вот за ночь это все как-то там причесал, переслал мне обратно, сейчас я с этим разбираюсь. Не обеляй себя, ты тоже виноват. В твоем аус-вайсе мультивиза вечный ад. И мы поныряем тут с тобой в одном котле, бурля пузырями по беседу и мазле. Ты тоже в их числе, Руками связанными... Интересно, что думают соседи. На эту тему я давно не рефлексирую. Когда они что-то думают, они стучатся. Приходится сделать паузу. Ну, вообще, я ночью демо-вокал записывал так, чтобы пристреляться. В бомбу-убежище ребенок издает последний писк. Ты все обдумал, взвесил факторы и не пошел на риск. Сытую жопу на теплом диване убаюкивает ложь. Ты должен много больше, чем когда-нибудь вернешь. Мне она очень понравится. Она очень прямолинейная. Я сама тоже хочу написать что-то такое. Типа... Мне нравится, что в ней есть. Что она очень неуклончивая и прямая. Слушай, хочешь подумай, у нас еще концерты есть. Может, подпишитесь еще подумайте, у нас еще концерты есть в чем. Да не знаю, что тут думать. Типа стерео прав. В конце концов, ты ее не релизишь. Ты ее упоешь здесь. У тебя будет зависеть, как ей дальше распорядиться. Не знаю. Но страшно, что может быть, это будет какая-то всратая песня. Которую я спел на концертах несколько раз. Наверное, страшнее этого ничего особо не случится с ней. А это больше страшно. А? Нет, это не страшно. Страшно, это знаете что? Война, блин, и вообще. Ну вот. А остальное это так. Слушай, ну нет спешки дают это на этом концерте, если что. Может, реально еще подумаешь, просто со мной поговоришь. Еще с кем-нибудь обсудишь это. Может, споешь и поймешь. Вот да. По тумане посмотрит и наругает нас с Витей. Это ей… Я его отговаривал. Давай. Ну, во-первых, это просто песня, содержащая в себе эмоцию, которую тяжело испытывать и, соответственно, ей тяжело и делиться. Во-вторых, у меня возникли по ее поводу разногласия с женой. Можешь рассказать о них? Ну, у Ани мнение по поводу этой песни такое, что, как бы, размазывая вину по всем, тем самым уводишь как бы ее от реальных виновников происходящего. Ну, я себе это вижу по-другому, но это было достаточно серьезное семейное разногласие. К чему такое разногласие может привести? Может ли рецензия Ани сделать так, что ты не будешь выпускать песню? Ну, такое возможно, да. Но не в этот раз. Некоторые песни пишешь годами, другие появляются в течение пары месяцев. Какие-то появляются быстро, что-то можно написать за 40 минут, но... Бывают песни, которые из себя вылезают, как будто тебя тошнит и ты блюешь. И такая песня появилась у меня вчера. Мнение моих друзей и близких разделились, кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то включается, моих близких, моих людей, самых близких. Считает, что эта констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью. То, что ты делаешь, то уже помогает всем! Просите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо, я просто не могу держать это в себе. И не надо... поймите одну простую вещь. Эту песню я обращаюсь в ней к себе, хотя говорю слово «ты». Эта песня называется «Outslice». Вы снились и молодые! Еще есть дополнительный аспект, что она посчитала, что, исполняя эту песню, я деморализую людей, которые в данный момент, ввиду разных обстоятельствах, не поддерживая войну, тем не менее не могут как-то противостоять происходящему. Мой контраргумент такой, что, во-первых, я делюсь эмоцией, я ее испытываю именно таким образом. И здесь эта эмоционально-психологическая правда очень важна. Во-вторых, я считаю, что... Ну и это подтверждают отзывы от людей, от которых я, честно говоря, ожидал бы того, что их эта песня как-то деморализует, и они будут со мной не согласны. А я получил отзывы совершенно другого плана, что это как нашатырный спирт, что это, на самом деле, не демотивирует, а мотивирует сделать что-то. И это важный эффект. Не обеляй себя, ты тоже виноват. И мы помыряем тут с тобой в одном котле, Бурля пузырями по беседу и мозле. Ты тоже в их числе. Ты тоже в их числе. В чем ты виноват? Наверное, делом недостаточно. Стоило больше об этом говорить со старшими родственниками, пожалуй. И не то, чтобы вести себя более радикально, но как-то больше работать с этой темой. Да, пожалуй. Не с темой политики в широком смысле, а именно с темой взаимоотношений с Украиной. Я, безусловно, в этом направлении работал, но нужно было делать больше. При том, что про дедушку с бабушкой, которые живут в Белгороде, я могу сказать следующее. Что в 2014 году, когда все это начиналось, они были со мной полностью солидарны. Они такие, да мы понимаем, что мы по телевизору врут, естественно. У меня дедушка украинец вообще. Мы, естественно, понимаем, что все это не так, как говорят по телевизору, что все это полная чушь. И я в тот момент так вообще успокоился и заземлился. Я подумал, ну как же здорово все-таки. Вот, а потом у бабушки стало вызывать тревогу, что я езжу давать концерты в Украину. Она как-то каждый раз по этому поводу переживала. Ну, я ее переубеждал, что все в порядке, что все проходит замечательно. Но в эту тему не углублялся. Ну, мы достаточно нечасто виделись вживую, хотя много переписывались всегда. Созванивались. Ну, как-то мы это совсем не обсуждали, сосредотачивались на совершенно других темах. Вот. Оказывается, тихо и сапо все-таки телевизор взял свое в итоге. Ну да, видишь, это же происходит, как будто капельница такая стоит круглосуточная. Потихоньку начинаешь воспринимать вещи, которые тебя впаривают, как собственное мнение. Как все так думают. Ну, знаешь, вот эти аргументы в духе любому разумному человеку очевидно, что... Наша лестница в небо оказалась расшатанной стремянкой. Годна лишь на то, чтоб достать с антресоли банку. Возьму подмышку, отнесу в кладовку, пусть пылится. Прости за все и ради бога перестань мне снится. Да, в 2005 году, когда мне было 20 лет, мы с Аней, только вроде бы начав встречаться, вдруг расстались навсегда. Я написал эту песню. Вот. И я позвал ее к себе в комнату в общаге, чтобы ее сыграть. С комом в горле, как бы, подступающими слезами как-то ее сыграл. Вот. Она сидит на соседней койке и говорит, Вань, ты знаешь, мне очень неловко. Вообще не услышала текст. У тебя гитара слишком громко. Электрогитара была подключена в компьютер. Переигрывал? Вот это, кстати, не помню. Но сам конфуз, что такой вывернуться наизнанку. Оказалось, что все это было довольно бессмысленно. Это, конечно, было смешно. Ну, смешно не было, но смешно стало. Через сколько вы снова сошлись? Да в том же году. Мы с 2005 года вместе. Ты очень часто обращаешься к Ане со сцены, постоянно ее упоминаешь, но при этом она ведет абсолютно не публичный образ жизни. Почему так получилось? Ну, ей просто не хочется этой публичности. Она ее сознательно избегает. Я ее в этом поддерживаю, потому что ей так комфортнее. Правильно ли я понимаю, что один раз на какую-то часть секунды она у тебя в клипах появлялась? В клипах нет. Есть один момент в фильме «Розыгрыш». Он узнаваем? Ну, нет, это надо заморочиться. Сполерить не буду. Ха-ха. Но есть кое-что, что греет. И смотри, сейчас я единица, и дома ждусь плюс три. Там точка отсчета моей системы координат. Без этих трех осей я черный квадрат. Плоский абстрактный символ, не подкрепленный ничем. Хрен пойми зачем, намалеванный депрессивным Малевичем. Кто-то на ящнем, а кто-то на новодевичьем. А мне вот оставлять венки пока не на чем. И значит, где бы я ни был, я либо немного дальше, либо немного ближе. Канево сильнейше. И какие бы графики замороченные, я в этом 3D не вычерчивал. В первую очередь заведомо тысячу раз и милю по прочим. Я люблю моменты, когда мы с ними все в одной точке. Собака-звездочка, встречайте, это она. Сразу после выступления на фестивале в Берлине, сразу после этого мы стали готовить свой уже собственный антивоенный проект. Изначально должно было случиться только два концерта. Это Рига и Вильнюс. Вот мы придумали Voices of Peace. Да, мы изначально думали, что мы вообще сыграем Вильнюс, Ригу и может быть Таллинн. Мы на остальное не рассчитывали, но как только мы этот проект запустили, он стал набирать обороты как снежный ком просто сам. Мне стали писать и звонить организаторы из Европы, которые раньше делали наши концерты там, предлагали всячески свою активную помощь, радовались возможности проявить свои профессиональные качества. Вот, например, наш давний приятель и организатор всех наших чешских концертов Гоша Ромишвили, он сказал, я так обрадовался, что наконец-то можно применить свои профессиональные качества и не чувствовать себя настолько ничтожным со своей помощью. Потому что он говорит, ну что мы до этого делали? Ну мы волонтерили что-то, собирали какие-то там одеяла, возили какие-то там шмотки. А тут ты понимаешь, что ты можешь применить свои профессиональные качества и заработать для помощи прямо большое, серьезное количество денег. Нам шли навстречу многие гостиницы, кафе, рестораны. Вот нам бесплатно предоставили жилье в Риге, в Хельсинки. Нас кормили бесплатно, чтобы мы могли собрать еще больше денег для проекта. То есть мы увидели такую низовую горизонтальную организацию. Я вообще такого в жизни не видел никогда. Да, сюда я специально приехал на концерт, потому что я люблю Ивана Алексеева и слежу за ним, если не соврать, ну лет восемь точно. Уже играем первую песню «Монеточки». Нет. Он сейчас будет... Наоборот, наоборот, да? Окей, тогда тот микрофон. А, я хорошо тебе расскажу, да? Приехали мы с родственниками. Нас, как беженцы, определили в приют Теско, рядом с границей. И в один момент нужно было уезжать всей семьей. Но я сказал, нет, я продолжу тут работать. Я в первые же дни начал работать волонтером. Думал, пока есть время, хотя бы что-то хорошее сделаю. Но по итогу я решил остаться и работаю дальше. Сейчас основная деятельность в том, что мы помогаем людям, мы даем им ночлег, еду, транспорт в любую точку Европы. Слушай, а вы не спали, не спали, не спали, не спали, не спали. И как вы смотрите... Посмотри себе. Там приезжали в 2018 году вроде как. В летнем театре. В летнем театре рядом с каким-то домом, с которым... В парк Шевченко. Нельзя шуметь, да? По-моему, да. Но я туда, к сожалению, попасть не смог. Я на протяжении восьми лет мечтал. У меня сейчас шестнадцать. С восьми лет я завоевно спрежу. И вот с того момента мечтал попасть на ваш концерт. Фейс-то-фейс, VIP, просто все. А, ничего, если даже и это... Да, что есть? Эту песню это Салджоне. Да, да, да. Знаешь, кто? Да. Девчонка красивая. Да, 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 да. Берегись, да? Удачи. Спасибо. Елизавета, и глаз можно обнять? Да. Ну, она как разготовилась. Иван, идуже. Спасибо большое за все, что вы делаете. Спасибо. Все. Любовь? Счастливо. Ледники расставят. Спасибо, Юли. Нету. В камуфляжные пятна опять на экранах сложатся пиксели. Очереди автоматные многократно. Звукорежиссер приглажит в миксе, и снова голос закадровый. Невероятную правду нам о врагах наших расскажет. Слова свои складные, тоном прохладным читая с бумажек. И ни на одном изливайся, мне откроются неудобные силки. Как дети бойца, спешащего к маме домой в коробке из цинка. Всю пылка директор кровавого мальцирка, билетные корешки считает. Но летники растают. Летники растают. Летники растают. Летники растают. Нас полны за дня. Да. О, все помирятся. Жалум, а ты им. Ба. Алейкум, салам. Таня, в зубчике. Подписывайтесь на наш канал. Ба. Алейкум, салам. Ба. 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 — Буква «З» — ведь не знают, какое глупо. — Буква «З» — это… — Глупа! Для многих удивительно, что Лиза была в числе первых, кто, как только началась война, уехала и открыто заявила о том, что она против нее и, более того, стала помогать делам украинским беженцам. Для тебя, как для человека, который ее знает давным-давно, это было удивительно или нет? — Да, я Лизу Зуна с 16-ти лет, с самого первого релиза, с альбома «Психоделический клауд-рэп». Для меня это не было удивительно совершенно. Потому что, на самом деле, она смелый человек, с ясным умом. Для меня здесь нет ничего удивительного, никак это не противоречит. — Я помню, когда у нас вышел выпуск с Лизой, и первые часы или первые полдня в комментариях не все хорошо встретили. Лизу, и ты прям разозлился тогда. — Да. — Ты то ли пост написал, то ли пришел в комментарии. — В комментариях у тебя, по-моему, я написал. — Да. Почему ты разозлился? — Ну, меня бомбануло от того, что люди отрицают очевидность, что, как минимум, это популярный исполнитель, добившийся этой популярности своим талантом, трудом. Ну, хорошо, песни могут нравиться, не нравиться, а спаривают то, что Лиза — известная певица, глупо. — Сколько лет вас, ее и тебя преследовал вот этот вот орел того, что тексты ей пишешь ты? — Ну, наверное, в период с какого-нибудь 2018-го, потому что об этом заговорили после выхода «Раскрасок для взрослых». Вообще, я помню, только вышел альбом, и мне приходит сообщение в телегу от Андрея Никитина с The Flow. — Угу. — Типа, почему новый альбом «Монеточки» звучит так, как будто бы она нашла твой rhymebook? — Ну, я помню, я захожу после концерта в гримерку к «Хаске», и там сразу вся команда такая «А, ну чё, это ты альбом написал?» Ну, это нелепые достаточно вопросы все. Не знаю, я никогда особо не понимал, почему так, потому что для меня у нее оригинальный стиль абсолютно. Я понимаю какие-то параллели, но все-таки… Там носом в пол лежат кусочек и фанаты, yeah. Там люди в масках лишь, люди с автоматами! — В 2018 году на «Нашествие» ты выступал с антивоенной повесткой. Почему именно тогда? — В тот раз мы готовили первое большое выступление с Оркестром Русских Народных Инструментов. Были написаны специальные партитуры для всей программы. Мы очень долго готовились к этому выступлению, и внезапно, по-моему, меньше, чем за неделю. Вдруг объявили, что этот фестиваль «Нашествие» в этот раз, в этом году будет поддерживать Министерство обороны. Это был серьезный моральный выбор, потому что, с одной стороны, куча труда вложена в то, что мы собирались показать на этом фестивале, мы его вообще открывали, а, с другой стороны, никакое… не то, что сотрудничество, а соседство с Министерством обороны, конечно, для меня было неприемлемо. Более того, незадолго до этого, буквально недели за две, наверное, мы с Монеточкой записали песню «Люди с автоматами», которая была леитмотивом вообще и кульминационной точкой тура «Восес оф Пис», благотворительного, который мы делали это весной. Вот, песня эта еще не была опубликована, и я решил, что это выступление я посвящу антивоенной теме полностью. Тем более, что и подборка треков была соответствующая. Мы аранжировали тогда и «Ордан» с оркестром «На Марсе классно». Ну и мы соответствующим образом оформили выступление. Там сзади был баннер, да, с надписью «Министерство нападения Российской Федерации» и «Воображаемые силы». Нет, «Министерство нападения» и «Воображаемые силы Российской Федерации», да. А ты понимаешь, как это в 2022 году заиграло? Да, понимаю, конечно. Причем не только «Министерство». Я все понимаю. Знаешь, этот вопрос, где вы были 8 лет? Я все понимаю прекрасно. У тебя были какие-то открытия во время благотворительного тура? Ну, главное мое открытие — это то, что русские, белорусы и украинцы по-прежнему могут оказаться в одном зале и чувствовать единение. Это было открытие. Я не знал, что меня ожидает. Ты допускал, что могут… Я допускал, что это может быть очень по-разному. «Министерство нападения» «Мироким слава!» «Череза!» «Вы все-таки прошлого вы нобыли». «Россия будет свободна!» «Россия будет свободна». — Сколько вы в итоге собрали? — 340 тысяч евро. — Они ушли в Польску благодарительную организацию? — Да, фундация «Шевпомага». Я смотрю их отчеты, да, я уверен, что они пошли куда надо. Они очень много помогают и беженцам, и в самой Украине. Постоянно поставляют гуманитарную помощь, сами ездят в поля. Это небольшая организация совершенно, периодически с ними. Сложно, например, подписать какие-то документы, потому что... Ну, сейчас вот этой нашей сотрудницы нет, она там типа за рулем автобуса просто везет гуманитарку. Там нет шикарных офисов, лишних затрат и прочих таких вещей. Я в этих ребятах уверен, мы очень долго их искали. — А почему 100-летняя война? Она же не такая ироничная, как... — Как бы, понимаешь, мы русские субботы, повторяться не знаю, почему. — Бля, ну... — Смотри, вот есть фьючер, она написана за 700 лет до всего. — За 700 лет до всего. — Окей, 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 за 700 лет до всего. Ну, это же стихи. — Не, я все понимаю. — Смотри, ты в 15-м году Тракаштана в Днепре ее пел. И мы все пели ее. — Все, мы ее озвучили, слова той страны, которые там звучали, и все-все-все было окей. Почему сейчас это все как-то звучит? Вот почему? — Потому что бедно. — Ну, так... — Бля, ну тогда же тоже был свой контекст. — Не вруди, дай с нами. — Все, не-не, все, окей, Иван, спасибо тебе. Окей, окей. — На концерте в Варшаве тебя спрашивали, почему ты не играешь «Столетнюю войну», где есть фраза «Мы русские, с нами Бог, можем повторить». Сейчас ты ее играешь? — Да, сейчас я ее играю, и, кстати, я принял это решение после того, как в Варшаве, когда я объяснял кому-то из фэнов после концерта, почему я ее не играю, он меня переубеждал. И, блин, он меня переубедил. Я думаю, что просто такие вещи могут людей триггерить, неважно, что они, в кавычках, да, берутся как бы в таком издевательском контексте, и там важна интонация для того, чтобы считать истинный месседж. Я думаю, что, может быть, это слишком как бы тонкая игра для нашего времени, но я понял, что для моей аудитории это не так, а что, наоборот, эта песня поддерживает людей и стала играть. — Ваня, а я сделал ГРД, я была на твоем концерте, на пляже. — Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь. Когда я узнавал новости про Эрпень, Бучер. Я чувствую абсолютно то же самое. — Нет войны! — Война омерзительная, это чудовищно. — Нет войны! — У меня не человеческое лицо. — Нет войны! — Нет! — Нет! — И она должна быть закончена. — Нет! — Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись. — Нет! — Когда мне было 17 лет, я попал не в ту компанию, меня очень сильно избили, я лишился селезенки тогда и попал в реанимацию на несколько дней. И ровно в эти дни мы должны были с нашей тогдашней рэп-группой ехать выступать на фестиваль Харьков-Рапа-Сити. Это был крупнейший хип-хоп-фестиваль по тем временам, это было совершенно легендарное мероприятие, это должно было быть наше самое первое такое крупное выступление. Вместе с меня поехал выступать с моим куплетом Стас, который вообще по большому счету приобщил меня к хип-хопу, мой бывший на тот момент одноклассник, и он на диктофон записал мне выступление, он положил диктофон с кассетой в карман, и я лежал в больнице, он приехал оттуда и привез мне послушать. Я вот лежал весь поломанный и слушал диктофонную запись, как выходит группа, как их встречают бурными аплодисментами в Харькове. Просто я думал, ничего себе, это ж сколько там людей. По тем временам это казалось просто чем-то сказочным. И вступает бит, который я написал на первой Sony PlayStation. Я тогда писал биты. Ну и вот звучит эта песня, перекрываемая просто какими-то криками, аплодисментами, приветственными такими. Просто вообще мурашки. Это мое первое большущее выступление на фестивале, на котором меня не было. Выступление в Харькове на фестиваль. Харьков был ближайшим большим городом, он влиял на нас культурно сильнее, чем Москва и Питер. Мы все читали этот украинский журнал «Экстрим», который привозили наши бибой из соревнований. Все крупные вообще хип-хоп-ивенты проходили только в Харькове тогда. Ну, для нас. Это была наша столица. Это было, я имею в виду, для этого рэп-сообщества нашего белгородского, маленького, провинциального. Все происходило в Харькове. Да, было совсем по-другому. Ты знаешь, я тут с Сергеем Жаданом познакомился. Они играли с группой в Вильнюсе. Вот. И я с таким волнением, честно говоря, к нему подходил, потому что знаю, что он такой чувак радикальный. Ну вот. Я подошел с ним, поздоровался по-украински, представился. Он как только понял, кто я. Говорит, Вань, вообще иди обниму. Вот мы с ним разговаривали про Белгород, про Харьков. Он говорит, представляешь, в Харькове просто видно, как от вас ракеты взлетают. С более высоких каких-то позиций. Потому что близко. Ну да. Ты на каждом концерте играл «Вуду». Там есть фраза про брат, не слухай брата. Поминалось ли у тебя как-то за месяцы войны отношение к слову «брат» в контексте российского и украинского народа? Ну да, поменялось, конечно. Потому что такой упор делается на вот эти метафоры родства именно в таком формате, что это, конечно, стало уже таким пропагандистским штампом. Вот. Но изначально в этой строчке предполагалось два смысла. И в первую очередь я имел в виду то, что эта ситуация разделяет семьи, что даже родные люди утрачивают способность общаться друг с другом. Ну то есть понятно, что в этом есть и подтекст про пресловутые «братские народы», что сейчас окончательно уже превратилось в такой триггер. Но эта песня писалась в другое время. Тогда это было уместно. С моей точки зрения. Для кого-то это было неуместно уже тогда. То есть спору нет. Ты можешь назвать наши народы «братскими» сейчас? Ты можешь использовать это в словосочетании? Я бы не стал его использовать сейчас. Просто потому, что на него налипло такое количество негативных ассоциаций, что сейчас это значение искажается. Играешь ли ты «Россия впереди» и «Планеты всей»? Нет, я с «Фьюча» не готов играть пока. В том самом последнем туре в Украине, в двадцать первом году, ты на концерте в Киеве спел припев по-другому. Ну да, Россия впереди планеты всей, но Украина немного первее. Вам скоро стопудово повезет. Свежий ветер, разгонимся черные тучи. Почему ты так решил сделать? Мне хотелось их поддержать как-то. Не знаю, я тебе говорил, что эти все ощущения начали сгущаться вот в ходе как раз последнего тура по Украине. Я так хочу, чтобы просто, господи, от них отстали наконец и дали им развиваться. Это... Какие крутые люди и крутая страна. Такой пиздец. Такой сентиментальный стал, это ужас. Это я в семнадцатом у Дудя разок слезу пустил. Сейчас бы я флакал всю интервью. Идут годы, но ты остаешься очень эмоциональным парнем. Ты даже сам про это на концерте говорил, на презентации альбома. Ты иронично вспоминал наше интервью 2017 года. Ну я держался как-то все интервью, я все-таки не рыдаю, да? Свою эмоциональность и гиперэмпатичность ты воспринимаешь как недостаток или как преимущество? Да, это козырь мой вообще. Нахуй идите. Бесчувственные мрази, блядь. Литва, теперь твой дом. Да. Расскажи, как тебе тут? Мне здесь отлично. Я бы не сказал такого про то, что не чувствую своим домом. Мы тут гуляли с детьми, шли по улочке, и я у Васи спрашиваю, Вась, а ты вот как-то ощущаешь эти места своими? Он говорит, пап, не знаю, но я не ощущаю их чужими. Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится Вильнюс. В первую очередь тем, что это город прогулок для меня. Здесь везде можно дойти пешком. Но машиной мы не пользуемся вообще. Я думаю, аккумулятор сел уже. Такси мы вызываем раз в две недели примерно. Ты же устал от мегаполиса. Да, я устал от мегаполиса тотально. Хотя долгое время я, возвращаясь в Белгород, например, приезжая к родственникам, думал, ну ничего же не происходит. Я чувствовал, что мне не хватает вот этого движения бесконечного скорости вот этой московской. Видимо, это какой-то другой этап. Я понял, что очень от этого устал. Ну, Вильнюс — он такой настоящий, пряничный, старинный европейский город. Ты знаешь, супер все, кроме, пожалуй, климата. Ну и в нем я нахожу какую-то свою очаровательную прелесть уже. Мне очень нравятся литовцы, вообще нравятся люди. Они всегда готовы помочь. У них отличное чувство юмора. Они очень приветливы. И вся эта русофобия, которая превратилась в такую главную страшилку российской пропаганды — это вообще полнейшая чушь. Это очень дружелюбные люди и дружелюбная страна. По поводу отношения к русским могу вот две вещи, кстати, рассказать в Литве. Во-первых, месяц назад, или около того, за комментарии в интернете увидел русского ебаж, литовца, зовут его как-то Виталтас М. Фамилия в новости не раскрывалась. И посадили на четыре месяца в тюрьму и обязали выплатить штраф. О, а там тоже сажают за… За комментарии в интернете, да. Ну вот за такой комментарий в интернете… Ну он был рецидивистом, там были отягчающие обстоятельства, у него была непогашенная судимость. Другой пример — это министр юстиции. Эвелина Добровольская ее зовут, она этническая полячка. Ей 32 года, она самый молодой вообще человек за всю историю этой должности, министр юстиции Литвы. Вот она занимается рядом антидискриминационных проектов. И недавно было большое ее заявление, что принадлежность к какой-либо этнической группе и владение каким-либо языком, как родным, никак не определяет отношение человека к войне и не может быть использовано как повод для дискриминации. В Литве за этим очень следят. Там большая русскоязычная диаспора, большая польская диаспора. Там к этим вещам относятся трепетно и внимательно. При этом литовцы запретили въезд… Въезд туристам, да. При этом, если у тебя есть приглашение, у меня есть пример, что люди въезжают без проблем. В том, что говорят другие политики, многие видят русофобию. Не министр юстиции, а министр иностранных дел и все остальное. Если сделать не саммари того, что говорят высший руководитель Литвы, то главная мысль там в том, что граждане России ответственны за то, что делает Путин. Ну, граждане России, так или иначе, ответственны, действительно, за то, что творит наша страна. Задача каждого из нас — этому противостоять. Те люди, которые придерживаются других взглядов, как-то это отрицают. Я считаю, что их всех ждет горькое разочарование сравнить тому, что творилось в Советском Союзе после смерти Сталина. Когда у людей рушилась психика, когда они понимали, что они поддерживали. Это все ждет нас в будущем. Ты выступал на иммигрантском слете в Вильнюсе? А, ты имеешь в виду Конгресс Свободной России? Да, любопытный опыт был. Ты читал репортаж Илья Зара потом о нем? Нет, не читал. Я тебе советую это просто… Я обязательно прочту. Очень довлатовски было. Я не знаю, так ли там было, как написано в репортаже. Это было противоречивое мероприятие. Но вот именно когда подают бурату с томатами и чем-то еще, потом кричат «Слава Украине!» и чокаются бокалами, или кричат «Слава Украине!», а потом приступают к поеданию бураты, помидоров и чуть ли не перепелок, это выглядит очень странно. А ты знаешь, что на эту часть пустили далеко не всех? Что там так любопытно все было организовано, что люди в костюмах, грубо говоря, с неким политическим весом и опытом, они вот в гала-ужине участвовали, а были как бы все низовые инициативщики, которые… многие из них приехали из России, действительно что-то там делают, там было феминистское сопротивление, многие другие активисты из регионов России, которых, в общем, к этому всему не допустили. Мы с ними проводили время в баре за свой счет. И точно так же они рубились на моем концерте, а никого из участников гала-ужина там, в общем, заметно не было. Это мне напоминало, знаешь, вообще какая-то такая все-таки царила там вещь. Знаешь, как русские хотят отель без русских? Да. Немножко это было. В общем… Ты знаешь, долгое время я открещивался от участия во всяких политических мероприятиях, потому что… Пока мы рассуждали, я с этим в поле срать не сяду, и с этим в поле срать не сяду, так мы страну и просрали. В общем, настало время объединяться, и поэтому я принял приглашение выступить там. Но я увидел, что объединяться-то не все готовы пока. В общем, призываю изменить что-то в этом плане, в своем сознании всех, кто хочет вести антивоенную деятельность. Нам надо объединяться. Я не понимаю пример. Разве там не все объединенные силы были? Они как бы там все были, за несколько дней все как-то выступили, но, в общем, честно говоря, к этому мероприятию осталось очень много вопросов. Горизонтальная инициатива — те люди, которые вот с горящими глазами все эти руки, пардон, и головы, которые готовы что-то брать и действительно делать, оказались вот сегрегированы от условных как бы Невзлинных, Чичваркиных и прочих ребят с именами. Не готовы пока друг с другом общаться, не находят общий язык. Ты выступал там за гонорар? Нет. Бесплатно? Бесплатно, конечно. Почему конечно? Ну и как можно вообще гонорар за такое брать? Это из недавних моих открытий. Это книжка, которую я почему-то очень долго откладывал и в итоге прочитал за один день. Это подстрочник Лилиана Лонгеной. Вот. Мне было невероятно интересно это читать. Тем более, что я был в этом доме на новинке. У Павла Лонгена? Да. Когда мы розыгрыш снимали. Мы обсуждали сценарий там. И поэтому эта книжка особенно на меня произвела впечатление. Тем более с Павлом Семеновичем как-то мы знакомы. У нас были какие-то продолжительные разговоры. Мы что-то друг про друга понимаем. И тут я с такой стороны на все это посмотрел, на всю эту семью. Но это, конечно, не основное моё впечатление. Это, скорее, дополнительная краска. В целом, весь двадцатый век в устном пересказе я был поражён искусством рассказчика. Книга, которая является просто расшифровкой монолога. Ну, это потрясающе. При том, что там указано, что была применена минимальная редактура, характерная для стенограмм. Ну, я не знаю, как так, конечно, овладеть речью. Это мощно. Меня особенно зацепили две вещи в этой книге. Первое – это когда она описывает состояние общества в целом и интеллигенции в частности во времена правления Сталина, уже после репрессий. Ощущение вот этого многослойного страха, укоренившегося так глубоко, что он даже не обязательно должен быть связан с какими-то непосредственными действиями. Ты просто ждёшь этих действий, и это самое страшное. Когда ты не знаешь, когда начнётся, не знаешь, когда за тобой придут. Придут ли, а может, не придут. Очень сильно меня задело и сильно срезонировалось с тем, что и я сам ощущаю, и то, что ощущают многие в России сейчас. А второе, что меня очень зацепило, это в конце, уже в последней главе, она описывает ощущения от того, как уходят близкие люди, оставляя пустое место после себя. И это прямо было так созвучно моим собственным ощущением. Ну вот, конкретно песня «Опыт отсутствия» с выхода в город. Это прямо очень метко ей было сформулировано. И как она про мужа пишет в конце. Ну, очень мощная книга. Ты оценил момент, когда они провожали на Киевском, кажется, вокзале в эмиграцию кого-то из друзей, и им самим захотелось поехать с ними? Они купили билет… Они с мужем… Да-да-да. Они купили билет в купе, то есть прямо там. То есть это спонтанное решение, это не заранее купленный билет. Они его купили, зашли в купе, и там уже сидели два сотрудника. И один из них достал коньяк и начал сразу им что-то втирать. И в конце разговора сказал «Ну что, похож я на демона?» Они говорят «Похож». Жизнь, которую ты начинаешь сейчас, ты воспринимаешь как жизнь новую? Да. С чистого листа? Ну, с такого, значит, с разлинованного. Тебя это пугает или наоборот заводит? Ну, скорее вдохновляет, честно говоря. Как ты видишь карьеру дальше? Я буду продолжать писать песни и выступать с ними там, где я могу с ними выступать. Я буду продолжать писать на русском. И я хочу сделать англоязычный альбом. Брынь-брынь-брынь мы считаем английским? Ну… Или это скорее шутейный? Ну, это, конечно, шутейный. Это мое первое приближение давнее к этой теме. Кстати, про Полицию песни. Да. Ей сколько? Одиннадцать лет уже. У меня есть совместный трек с локалистом группы P.O.D. Chasing the Horizon с Sonya Sandoval. И была песня «Laying has risen» в шестнадцатом году. Мы это 1 мая издали в шестнадцатом году, когда Пасха и, собственно, 1 мая оказались в один и тот же день. Как тебе пишется на английском? Это сверхусилие? Или ты чувствуешь то, что это может быть? Ну, это сверхусилие, но это все легче дается. Ты будешь заниматься? Честно говоря, примерно как на украинском. А, да? Ну, сравнимо вполне, да. Ты планируешь заниматься или на текущей базе? Не, ну я все время как-то совершенствовал английский. Я все время какие-то учу новые слова. Ну и вообще у меня достаточно много англоязычной практики. А это будут новые песни? Или что-то ты будешь переводить из классики своей? Вот, не, ну определенно я буду писать новые песни какие-то, но я обдумываю вариант отобрать как раз какое-то количество песен, которые не потеряют ничего от перевода потенциально и перевести их. Такие мысли у меня тоже есть. На самом деле я думал заняться этим очень давно, но все время находились какие-то дела более срочные, поважнее. Ну, а сейчас этим придется заняться наконец-то вплотную. Кандидат номер один? Ну, ты знаешь, такие вот песни, как «На марсе класс», «Иордан», «Грабли». У меня был целый плейлист «Ругань из-за стены». Ну, то есть песни, которые не привязаны к какому-то национальному контексту, говорят об общечеловеческих вещах, не привязанных к какой-то национальной повестке. Это наш звукорежиссер сейчас в туре. Он вообще живет в Литве, гражданин Литвы, но в Москве провел много времени. Он говорит, я однажды услышал в метро двух гопников. Один другого спрашивал, слышь, а что такое культурный код? Ну, понимаешь, культурный код — это вот когда, например, кто-то говорит голосом Якубовича «Автомобиль», и ты понимаешь, о чем речь. Как точно? Я сразу спросил, я уверен, что это были гопники все-таки. После благотворительного тура ты уже поехал в концерты сольные, как артист? Да, сейчас мы даем концерты с группой, наконец. Они не пропали после твоего отъезда? Ну, некоторые из них были запланированы еще до начала войны, и только сейчас наконец-то состоялись. Появилось достаточно много новых. Со стороны, если смотреть на графику выступлений твоих, кажется, что концертов у тебя меньше не станет. Я ошибаюсь? Ну, их уже не меньше. То есть в общей сложности это очень плотный график. Я так плотно не гастролировал в России давно, потому что не везде получалось сыграть, прямо скажем. Но к нам приходит очень много людей. Это, честно говоря, все неожиданно для меня. Получается, что артисту уезжать не так страшно? Ну, в моем случае оказалось, что это не означает лишение профессии. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Пою свои песни. Люди по-прежнему приходят и слушают их. И их много. И про от Гудзона и до Днепра. Именно, да. Я стопудово многое сделал не так, стопудово в чем-то не прав. Но мой русский язык звучит из машин. От Гудзона и до Днепра. Люди путинского круга борются и считают своими врагами, в первую очередь, людей, которым читатели, слушатели, зрители пришли сами, а не по назначению. Это вообще борьба назначенцев с самозанятыми, с теми, кто сделал себя сам. Прессуя таких, как я, государство российское как бы заявляет, без нашего благоволения ты деньги зарабатывать не можешь. И в этом плане мой отъезд — это политический жест. Могу. Без вашего благоволения я могу зарабатывать деньги. Могу я или не могу зарабатывать деньги, решают только мои слушатели и я. Я начинал как уличный музыкант, играл на Арбате, и люди кидали им деньги в чехол, если нравилась моя музыка. Только теперь Арбат — это весь мир, а мой чехол — это интернет. Видите, нахуй маленькие бляди. Вот мой месседж. Ну и последнее, но может быть даже главное во всем этом. Я уехал для того, чтобы помогать тем, чьи жизни перечеркнуты войной. И я уехал для того, чтобы продолжать поддерживать гражданское общество в России. Как в самолетах пишут. Сначала наденьте маску на себя, потом уже помогайте остальным. Вот так я и сделал. Как можно поддерживать гражданское общество, живя не в России? Помогать выезжать людям, которым это нужно. Продолжать делиться своей музыкой, которая поддерживает тех, кто остается в России и придерживается сходных со мной взглядов. И самыми разными другими способами, которые я сейчас не буду озвучивать сознательно. Как ты видишь ближайшее будущее России? Есть такая поговорка. Первое, что нужно сделать, оказавшись в яме, — перестать копать. Но там просто экскаватор роет. Пока не вылезет, видимо, с другой страны, в Австралии, я не знаю. Придется лезть по этому туннелю вверх, цепляясь за стены. Очень долго. Всем. 5 сентября 1977 года в космос был отправлен объект, на котором содержались звуки нашей планеты. Звуки, созданные человеком, звуки созданные другими явлениями природы. Этот аппарат называется «Водер-1». Я посвящаю эту песню всем, кто сейчас далеко от дома и понятия не имеет, сможет ли когда-нибудь вернуться и есть ли куда возвращаться. Ну а сейчас «Воджер» стал еще и про тоску не только к близкому человеку, но и к родине. Ну это вообще, да, такая песня о ностальгии в вынужденной эмиграции, когда ты не можешь вернуться. Этот смысл стал просвечивать сразу. Как ты это назвал самораспаковывающийся эффект? Ну в другом преломлении, да. Ну, кстати, сам по себе литературный прием, который в «Вояджере» использован точно так же, как он использован в песне «Вдыхай» или еще в «Мое море», в огромном количестве моих песен. Это называется, по-моему, двумя способами. Есть название «объектный коррелятив», такое заумное, а есть более приземленный вариант «телескопическая метафора». Ну, когда метафора раскрывается как бы как телескоп, понимаешь? Ну что, то есть из изначального описания, из изначального этого сравнения, да, которое рождает метафору, ну постепенно достраиваются какие-то еще уровни. Мне очень нравится этот прием, мне кажется, он, вообще-то, одна из главных находок 20 века в поэзии. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Сроки или условия? И то, и то. Ну, про сроки вообще как сейчас загадывать, я не понимаю. Но условия — это после конца путинизма я смогу приехать в Россию. Как это значит гипотеза, что после Путина будет либо еще хуже, либо также плохо? Ну, это для меня, значит, продолжение путинизма. Путинизм не равно Путин? Ну, уже теперь нет. Почему? Разрослось? Разрослось, да, опустило метастазы. Вся политическая система таким образом теперь организована. Там не осталось вообще людей вокруг. Все кишащее такое месило. Из гадов. Ты допускаешь, что никогда больше в Россию не вернешься? Допускаю, да. Как ты встречаешь эту мысль? Так может быть. И я буду с этим жить. И это никак меня не разрушит. Я, значит, по-новому все построю. Я все построю в любом случае. Заново. Как есть. Как есть. В лужах столицы страны дождей. Вижу вновь свое отражение. На земле, что было моей. Давным-давно нет уже меня. Сосны фильтруют балдийский свет. В желтой дымке лучи пульсируют. Жизнь зачерпнута буквой цвет. Но я новую, свежий, серую. В лужах столицы страны дождей. Вижу вновь свое отражение. На земле, что было моей. Давным-давно нет уже меня. Сосны фильтруют балдийский свет. В желтой дымке лучи пульсируют. Жизнь зачерпнута буквой цвет. Но я новую, свежий, серую. Так же, отражение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ.